спасибо какие-то уже качели почему но это же гелик гелик а не узнаешь как вот антон покупал геленваген у него же было как звонишь человеку оказывается там водитель или водитель приедет испарился там где не был также где-то появился в копоте душевной марли среди трупов заблудился ты пустой стакан без навливать туда хоть полметра здорово вчера нормально посидели оказывается юрий троюродный брат дэна отмечали это дело марина приехала сейчас поедем машины смотреть мы тут подготовили несколько вариантов и короче у нас походу намечается новая машина на канале сейчас приехала марина вы ее видели несколько видосов назад мелькала пару раз в общем для нее сейчас посмотрим поедем машины там есть несколько вариантов это самый дешевый наверно прадик маленькая копия прадика есть гелик прям усосаный в щи то что нужно который будет не жалко утопить день в болоте то что антон очкует за свой полированный геленваген привет марин поехали на чем поедем смотри 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 с мозгами дела давно под замками ты зависть к счастью другого не это может не стоит вы чё вообще что короче бабки есть смотри чем эти смотри мы что тебе подобрали смотри какая тачка слушает это не это не как у дэна это не как у дэна это как у медвежонка видел плохо видно и мимо история мнимо пальнулась текстами круху тебя башку как с карабина мозг раскроила сканина на самом деле вообще задолбалась устала просить кого-то возьмите меня на покатушке а с кем я сегодня поеду поэтому я решила я не знаю может быть это какое-то сумасшедшее решение девочки но я решила что я тоже хочу ездить нет у меня нет никаких навыков вождения в оффроуд но я думаю что всему можно научиться у меня есть бюджет 200 он насобираем 300 вот вот так я не хочу нет я боюсь что так может получиться но я хочу действительно показать что девочка тоже что-то может а если не получится показать почему но я буду учиться но я не ну мне кажется даже медведи учат там ездить на мотоциклах поэтому если учиться практиковать давайте для начала купим что-нибудь а то мы вот это вот сразу уже как ездить куда ездить давайте сначала купим я хочу полный привод для того чтобы ездить по городу у меня есть автомобиль а вот именно по грязюке мне хочется такой жесткий автомобиль вот который будет как вы там говорите долбить судя по наклейке аватар это он короче я вот вечером вчера посмотрел есть два потенциальных таких интересных объявлений это derweiss shuttle это копия визуальная 120 прадика и 230 243 тысячи здесь написано и есть еще геленваген в белгороде не тот что смотрели с кем-то по шипам доездили да есть другой геленваген общем вот эти два объявления мы сейчас позвоним узнаем чё почем если все нормально прямо сейчас поедем смотреть звонить собираюсь потом писать сегодня на канале у нас выйдет видео уже тихо ходите а дарвейс продается дарвейс продаете внедорожный а он территориально в белгороде находится а приехать посмотреть сейчас можно в течение получаса часа будете там а гелик ну там гелик такой ты какого года рождения ну примерно твоего возраста гелик будет да сейчас надо найти восемьдесят девятый год g230 оказывается такие бывают 122 написано кстати можно по автотеке даже пробить на своем автомобиле здравствуйте геленваген продаете марин знаешь да вот только какой минусу фронт вода это о воды всякие вот это особенно когда кондиционер не работает в машине ты сидишь в этой машине она застряла ты газуешь потеешь вот так сидишь вот так вот эти лазер нет да таких внедорожников вон смотри как он торчит как у тебя машина была да судя по бамперу это она и есть 212 он уже такси в углу стоит огонь слышишь я толщина мир забыл ну вообще смотри ты видел а расширитель вел какой широкий у тебя такого нет на шестьдесят третьем блин с чем начать все марин гелик восемьдесят девятый год даже открыт иди сюда ты смотри приборка какая мг смотри но это восемьдесят девятый год ребят механическая механическая коробка передач электросидение ну раздатка да вот второй рычажок вот это восемьдесят девятый год а сейчас мы жирях у них все приборка тоже собралась на провод кататься с другой стороны я по привык 3 блокировки все все как на цена 450 тысяч вроде за 450 отдадут может даже меньше ну надо поездить прокатиться слушай да сидеть так же как в твоем ну руль только побольше немножко у тебя что это смысле я такой не видел выклоп вот как по старому еще кнопочек здесь нет привычных для геленвагена блокировки включать есть вот механическое включение тянешь на себя наверх то есть это передняя задняя блокировка здесь у нас повышенный пониженный ряд передач по марине все это объясним тахометр так я такой маленький тахометр ни разу не успеху малюсенький техника зато у этой машины очень хорошая моральная проходимость не то что твоего белого на этом можно деревья валить скорости не будет затухать да и никаких кульков под бампером нет 122 2 и 3 мотор давай мотор посмотрим попробуем открыть о открылся купила мг нет внешне как и любая девочка я бы наверно удели гелик внутри он мне самое важное это технические характеристики чтобы я в него постоянно не вкладывал все то же самое единственное не написано кто мотор собрал а так все то же самое у меня машина была с таким мотором я и кипятил наверно 1 20 точно ему пофигу закрываем заводим пробуем ехать что-то показать вот мы поедем и к примеру карачанскими если он будет технически исправен поставить на него резину мташку любую какую-нибудь то он конечно он будет ехать хорошо прадеда не знаю она вряд ли вот масло есть заводить можно сушим от алькантара в салоне да кстати пашешьте музыку делать вот пусть посмотри как стойки сделаны вот вот так вот нормально сделаны стране там 3d моделирована вот все просто а здесь не открывается сзади закрыта да ну что рискнем она парши вообще лампочки горят бензонет пахнет вот здесь какая-то вот кнопка может ее надо нажать вот на нас лампочкой ну что ну и вообще да это наверно бензонасос дополнительный как это как у паши новая машина также сначала не мне кажется это не мой вариант море знаешь почему потому что я тебя не вижу за рулем этой машины и потому что она плохая вот а вот есть такое понимание вот когда блин я чувствую что это мой автомобиль вот я подошла там ну ели келик да круто но я себя тоже не представляю теперь бокажника закрыл звук точно такой же как на твоем геленвагере то есть 89 год ничего не изменился это причем машина судя по всему уже кто-то ее сам рестайлил потому что 89 года он должен немножко по-другому выглядеть еще более брутально вот эти маски решетка бампер должен быть другой по идее расширители они поменьше на на еще должны быть но короче кто-то кто-то сам здесь уже старался придал ему такой более современный вид так бы он если бы оригинал был все вообще офигели это почти военная машина должна быть салон перешитый но удивительно он завелся стоит машина просто стоит ключ повернули он завелся запустил эти маски с этими с годовыми огнями ставится ставится бампер от 63 и вообще нет ну вот его по 63 можно сделать наверное имея рублей 150 200 до в кармане вот и ездить кайфовать а под капотом у тебя 2 и 3 на 120 сил ладно одну легендарную машину мы посмотрели есть еще одна легендарная машина в нашем городе можно поехать и посмотреть и уже потом делать какие-то выводы это ерунда это на это новодел это новодел это фигня соболек полнопривод а как вообще пробивает эти тачки которые покупают не уже давно всем известно что на авито удобно просто берешь вот объявление вот допустим этот гелик открываем тут всегда под каждым объявлением есть получить отчет открываем автотеку и смотрим что у нас тут ограничений нет вот смотри залогов нету 8 владельцев для машины 89 года кстати вообще нормально бывает по 25 8 владельцев для гелика 89 года это просто бомба вот а дтп не зарегистрировано расчетов никаких нету ну я считаю что принципе то что мы сейчас увидели это как бы ну и совпадает с отчетом принципе можно покупать нужно просто вот всегда оценивать именно автомобиль своими глазами еще с экспертами если у вас все сходится с отчетом это ваш вариант наверное вот а еще кстати на авито есть прикольно когда вы листаете объявления массу объявлений там есть маркеры на некоторых хорошая цена либо отличная цена то есть авито берет какой-то массив данных характеристики и так далее там пробег комплектации и уже из этого определяет какая цена хорошая или отлично есть отлично это гораздо ниже среднерыночной и когда вы листаете уже список объявлений которые вы выбрали по своему поиску вы уже знаете на какие обратить внимание уже надо в первую очередь каждый вечер на авито выбираю себе какие-то машины интересно кидаю их в избранное и они будут в наших видосах будущем мы обязательно их поедем и что-то купим мы сегодня целый день тремся возле мусорки приехали посмотреть дарвейс аналог продажу приехали хрущевки паша сразу это сталинка короче смотри какая тачка сразу 120 прадик покупать марине нет смысла потому что мало ли еще там медвежонка объедет случайно или еще какие-нибудь там казусы короче рискованные поступок можно купить его аналог он и дешевле и как бизнес-тренер можно в дерево его приложить не жалко будет починить недорого здесь у машины конечно не четырехлитровый мотор здесь 2 и 3 по моему такое механическая коробка ну вот даже близко не подойдя цена за которую то машина продается ну как-то высоковато это 2006 год у него шилдики тойоты впереди его не отличить от правда от 120 сбоку да он отличается похож на бронированный прадик но я не знаю мне почему-то даже не хочется его открывать смотреть как то я насколько знаю ты себе смотрел такие зимой по 150 нет я все смотрел дарвейс ковбой пластика да это тоже но смотри у него есть плюсы у него диски колесные от 80 крузака но не грязево нет энтузиазма потому что она уже гелик посмотрела ладно давай так звоним продавцу или нет нет я даже не хочу почему просто не нравится да у меня есть куча экспертов марин вот пока сюда ехали еще посмотрели объявление есть ауди т.т. дешевая полноприводная она маленькая не но почему смотри она до низкая но ее можно чуть-чуть лифтануть она маленькая база короткая привод полный его не таскали помните она один раз выехала и и протащили через лес и audi стерлась до стекла брать такую херню потом себе дороже выйдет потому что запчасти двор ряда не найти да и плюс у нее один и только под капотом поэтому лучше не хватит чтобы себя сломать в общем audi только вечером могут нам показать мы отчаялись приехали на рынок на авторынок сейчас пойдем посмотрим же 2 не хочешь не усе марин него мне кажется это не очень интересно даже мне не интересно я ездила на ниве конечно смотрю девчачки мне очень нравится даня камазистка это действительно кто-то татьяна камазист девочка которая доказала что техника очень многое значит и даже девушка может управлять таким тяжелым кстати а ты готова что у тебя руки будут грязные я готова что я не как карбюратор крутить там настраивала нужно будет все переливать надо будет чуть крутить там шланг машина за 150-200 может быть даже 300 это будет такое где надо будет руки прикладывать так смотрим что не полноприводная слушает там даже есть корона сразу себе муж одетели сам и скажите идет вот король корон которая на панели вот у надо одеть ей сразу и будет круто делаем так короче мы тебя фоткаем с разными тачками потом выбираем если какая тебе идет да по количеству лайков это свежий звук свежий у вас это hunter это hunter я тоже не знаю да да и объявление на видеть правда а вот так вот шестой на на какой-нибудь 2006 смотри финик финик золотой финик и там уже или опасется короче мне уже там ловить нечего пошли но не уже был все перегорели или осмотрись еще x6 есть самый самый вот этот ну вот это крыло точно был тут такое себе 2009 это вот эта тачка твоей мечты миллион 120 чуть-чуть не хватает пошли дальше слушал еще и дизельный на 2 дорого да на на сколько им цены нормальные вот какая цена ему нормально а реально есть такие предложения год но постоянно предлагают тоже сейчас и море как кризис стране кризис стране почему-то машина очень часто предлагать и практически такого как бы платы вообще телевизор смотришь какой кризис посмотрите сейчас варианте довольно достойный а что что еще ландровер discovery я аж испугался я думал там убивают человек меляхов звонит алёк а мотора нет вообще грядка какая-то кашномарки не на каждом внутри смотри дросселя все выпилено там спорт написано внутри давай не будем за три внимания найдем что ты говорил у тебя какой вариант есть стопроцентный discovery 3 за 200 дизель ну чуть дороже ну как бы я думаю сейчас пообщаемся поторгуемся что можно торговаться но сейчас по и посмотрим оцените своим взглядом я нужно безутешно сломанный ландровер нет мне нужен тот автомобиль в который не буду бесконечно вкладывать я хочу кататься ездить получать удовольствие подружками пока не делилась вообще тем что я выбираю автомобиль тем что у меня возникла такая мысль ну я думаю что мы увидим их реакцию красивые сердце забилось сильнее от слова подружки от слова подружки у тебя сердце сильнее забилось сейчас да мерседес к каенчик блин перегородил да надо посмотреть он ему может цена 300 ну как ты любишь мысли конь 237 у меня пенин был 220 блин да я же показывал сейчас в авито объявление там есть за сотку да у нас на на таком приезжал тип которого за 80 был под 90 покупал стадо 40 лет я 240 мне надо дать гонки чё 900 2 и 7 мотор это нормальная цена да ну куда это дорого с 2 и 7 мотору выпил и кстати араб наверное есть велюровый салон мотор 2 и 7 у белый выглядит красивее чем черный на баш в салоне 2 и 7 вот и сердце купил бы правда на каждый день нет если я купил бы правда бы только бензин возить почему ну зачем он нужен мне не нравится своих друзей у многих праздники ну есть это они просто а зачем вас совершили ошибку такую что вы тут решили сильнее его милицейскую купить да паш подвигай глянь тут вообще прикол было увд а стало вообще вообще на что пойдемте к моим путочником от удовите лендровер за 300 а вот хотели за 300 хорошую машину надежно ребятам не будет так день но подожди да 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 он дурачок Пойдем. Посмотрите. А что, давай купим ЗИН. По снаряду машина проблемная. Весь исполнительный. Сколько ты всего денег занес? Ну, поменял ТНВД. Поменял ТНВД, форсунки. Где-то 1170, где-то обошелся ремонтом. А ты его купил на перепродажу? Ну да, мы просто отдали. Работать? А? Перспектива есть еще заработать? На нем? Да. Нет, на нем покатаюсь, в удовольствие продам. И все. С нами на Уфроуде. Да? Ну вот, сейчас может поговорим. Договорим. Серьезно. Сколько такие машины? Надо сначала завести. Я вот первый раз к нему пришел, как и после ребенка. Лех, открой на Авито. Сколько такие начинаются цены? Да я примерно знаю. Под 700. Да? Под 700? А смысл мы приехали смотреть? Не знаю, он говорит, я дешевле отдам. Слушай, ну гелик лучше работал. Смотри, какие подножки гигантские. Я думаю, это обуза на Уфроуде будет этот автомобиль. Все у нас висит. Брызговики низкие, подножки. Тоже резинокравленные. Все направленные на резинку сразу под уфроуду. Ну так что цена? Мы приехали. Ты увидели, что у тебя есть не только рейндж-ровер. Или ты просто похвастался? Просто похвастался. Да. Для вас я готов отдать его за 500 тысяч рублей. Слушай, есть такое предложение. А можешь в аренду его отдать? В аренду? Да, ну подолбить там месяц. Одна съемка 5000. Нет, больше, 10000. Зачем тебе три лэнд-ровера? У тебя же получается три лэнд-ровера, да? Абсолютно верно. Рейндж, Вилар и вот это. Одна съемка. Одна съемка. Ты чего? Так я думаю, вряд ли он выйдет от этого поломаете. Не, ну что нормально? В принципе нормально. Смотри, просто есть 300, машина стоит ну край 500, да? Ну не хватает. Проще взять наверное в прокат ее. Ты готова? В прокат? Взять в прокат? Взять в прокат? Да. Может не зайдет тебе? Да. Это хорошая идея. Взять в прокат, попробовать. Вдруг не зайдет, видос там лайков мало. И все, и отдать Илюше. И отдать Илюше? Да. Давайте попробуем. Илюш, ты согласен? Возьми грамму за 300, конечно. Да? И кабину. А зачем ты реально нас сюда звал? Ты знал, что я ограничена в деньгах. А мы что-то не знаем кстати об Илюше. Ну почему? Это реклама какая-то. Слышишь? Нет, это реклама. А вы в курсе, что мы что-то о нем не знаем? Ну я скажу, что здесь прям достаточно комфортно. Я вас говорю, будешь ли течь кубарем? Вот это вот мы проверим, комфортно там вы. Илюша сейчас сфоткает, и если наберет... Давай он в капусте. Если наберет много лайков... Да, то мы сделаем тестовую версию. Тебе загоняют, чтоб продиагностировать. Может его за трешечку можно взять на тест драйв? Нет, просто. Discovery? Да, это ремонт двигателя. Удобно, да, чинить? Очень. Твоя мечта бывшая. Почему? Потому что не бывает универсальных машин. Все универсальное едет плохо либо в бездорожье, либо на асфальте. Либо и там, и там плохо. Ну что ты такой смурной? Да что смурной? Не выспался сегодня. Давай я тебе дам эти две тысячи. Ну что ты? Которые ты потерял сегодня. Дай мне две тысячи. Человек, который ездит на Виларе за шесть. На новом. Это не важно. Марина, смотри. Майфер на то фроу. А почему? Он же полноприводный. Тоже во фроу. Смотри. У него по-любому проблема с подвеской. А подвеску можно взять с той рамы. Берем раму от подвески. Миша Яковлев за ним по-любому приедет. Ну он любит вот такое вот. Киборги всякие. Я боюсь. Что такое киборги? Ты боишься встрять на бабки? Да сейчас ручку тронешь, она отвалит. Пашуль, отходи. Тебе, кстати, идет, Лёв. Да. Идет? Это такая новая мечта. Я боюсь. Кстати, у него, кстати, ланговый. Я не вижу его под локальник такой с антёркой. Растяну. Из-за клетки. Здесь есть кафе под мостом называется. Вышли туда. Поехали. 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 Не считай, что нахуй. Но блин, ну чё, мне кажется, что мы вообще пока ничего не нашли. на самом деле я расстроена то что мне кажется что за эти деньги пока ничего мы и не найдем рынок он же такой сегодня есть завтра нет зав сегодня не завтра нет короче что надо мониторить меня ждет пока ждем все что готова завтра на ландровере поехать на самом деле я готов тебя поддержать потому что мне было бы интересно на это посмотреть да я думаю нашим подписчикам вот напишите в комментариях это интересно или нет и какую машину а ты на грузовой машине ездила вообще просто тоже смотрю на этот камаз да и когда училась категория c категория c у меня нет у меня нет а у меня потому что дельтонизм не нельзя поэтому мне светофоры отличаешь но у меня самая легкая степень можно ехать пишите в комментарии может быть вы подскажете что купить марине желательно тысяч за 150 на коробку без разницы механика автомат что-нибудь нормально интересно никакой шевиниву там обычного что-нибудь интересное вот да и не сделал что-то действительно интересное чего нет на дорогах и во фроаде ну или редкая вот что марин поехали искать дальше поехали в любом случае уверена что в комментариях будут писать что купите марине велосипед и тогда вот ну мне хотелось бы действительно услышать какие-то стоящие предложения да потому что для меня вот это цель купить автомобиль и напишу что тело . да не но у человека есть c категория поэтому это вообще у нее должно все получится но фроаде а если не получится тогда пишите купите велосипед птс вот вот ну люба да кого хочу выбивать он и так нормально смотрю муж что добавилось какие эпизоды давай сначала внедорожники посмотрим что-то те вот ауди она по моему боится тут ауди хочешь да я ауди хочу кому-то вот 10 пестик снизу держу что если